Наринмар продолжает готовиться к Новому году. На этой неделе к созданию праздничной атмосферы подключились жители микрорайона Старый Аэропорт. В этом году здесь установили елку, которую ТОС приобрели на средства окружного гранта. Александра Литкова расскажет подробнее. Повешаем елочку, повешаем, повешаем. Братья Костя и Женя первыми повесили игрушки на новую елку в микрорайоне Старый Аэропорт, дружные жители которого всегда стараются встречать Новый год вместе. Впрочем, совместно они проводят не только праздники, но и принимают активное участие в благоустройстве своего микрорайона, реализуют социальные проекты и участвуют в городских и окружных грантах. На один из них в этом году удалось приобрести новую елку. У нас была елка, елка была маленькая, и дети ее сломали. Сколько бы мы ее не ремонтировали, она постоянно ломалась, падала. И поэтому мы решили купить новую елку и обратились в департамент внутренней политики с заявлением о предоставлении субсидий, выиграли конкурс субсидий и приобрели шестиметровую елку, которую собираем в этом году. Средств гранта хватило только на елку, поэтому активные жильцы частного сектора деньги на гирлянды собрали сами. Игрушки на елку тоже каждый принесет сам. Силами наших жителей старого микрорайона, неравнодушных жителей, мы собрали деньги и приобрели гирлянды. В прошлые годы елку устанавливали на детской площадке, а в этом в связи с размером новогоднего символа было решено поставить ее на частной территории, которую предоставил один из жителей микрорайона. Как только снега станет достаточно, здесь же планируют установить горку. Мы в этом году планируем здесь собраться, здесь больше места, мы здесь можем и в хоровод поводить, тоже так же и мероприятия провести, да и дети. Еще планируется здесь горку поставить, но надо, конечно, снег. Будет снег, построим здесь горку и детишкам будет раздуль. Традиционно почти каждая семья в микрорайоне украшает свой двор. Вот и на этот раз символ 2021 года. Бык уже занял почетное место в одном из них и стал местной достопримечательностью. Ну а торжественное открытие елки, игровая программа и первое представление для детей состоится уже 20 декабря. Александра Литкова, Вадим Штасюк, Телеканал Север.